Нет лучше примера для доказательства этого утверждения, чем извилистый путь Швеции, достигнущий всего того, что сейчас эксплуатируют тамошние соцдемы не во время правления левых политиков, а в тот золотой век, когда Швеция была самой свободной экономикой Старого Света. Отлично. Заметим еще один момент. Он говорит, что всего, что сейчас есть, всего, всего Швеция достигла в период, когда была самой высокой экономикой. Ну, очевидно, я немного забегая вперед, скажу, что на меня я веду вторую половину, начиная с второй половины XIX века, ну и где-то до 1920-х, в крайнем случае 1930-х. Значит, всего эта экономика достигла только, когда была свободной. Все остальное софти просто пришли, разграбили, изнасиловали и так далее. Значит, давайте, здесь есть ссылочки, вот посмотрим такую статью. Вот. Ссылочка, если что, вы видите. Так, сейчас я отодвину ОБС, чтобы расширить. Здесь много-много-много всяких рассуждений. Пок-пок-пок. Про Швецию, как она начала. Во-первых, вот мы видим отношение подушевого ВВП Швеции относительно мирового. Вот мы видим, что уровень единичный, то есть где-то 1860-1855 это был где-то единица, и потом оно стремительно росло, 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 росло. Тем не менее, примерно в 1930-м, когда к власти пришли социалисты, ну, условно, социалисты, социал-демократы, почему-то рост не прекратился. А вы видите, что он продолжался, 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 ну и примерно в 70-х начал стагнировать. Ну, уже потому что Швеция стала крайне богатой страной. Кроме этого, давайте посмотрим на другой график. Не на график, а таблицу, прошу прощения. Так, это не то. А, вот оно. Смотрите. Значит, что у нас здесь? У нас здесь годовые уровни роста в подушевом ВВП, производстве, инвестициях, международной торговли и населении, т.д. Период. Вот, смотрите, давайте мы рассмотрим период, про который говорит наш либертарианский друг. С 1870 по 1910 год. Значит, примерно по годовой, по душевой рост годовой ВВП был 1,7. Нормальный рост инвестиций 3,0. Международная торговля росла 3,3. Вот, чуть-чуть раньше она росла 4,6, 30 лет перед этим. Население росло 0,6. Ну, процент, имеется в виду, процентный рост. Но период, когда правили социал-демократы, софти, гулаги, дефициты, все пришли, разворовали. Рост по годовой, по душевой ВВП был 3,6. Рост инвестиций 5,5. Рост международной торговли даже был выше 6,5. Рост населения был примерно таким же. Ну, население, понятно, уже со временем растет так или иначе меньшими темпами. Иначе говоря, если мы придерживаемся той идеи, которую нам пытаются либертарианец Жуков впарить, мы должны принимать, что рост намного более быстрый, который был в течение нескольких десятилетий, двух-трех десятилетий, там огромное количество социальных преобразований и просто более быстрый рост всего. И инвестиций, и торговли, и ВВП. Это было потому, что 50-60 лет за этого был свободный рыночек. То есть, а вот как мне интересно это можно установить? То есть, вот у вас есть какая-то методология? Ведь смотрите, я в прошлом могу найти в России какую угодно, ну, в истории России давайте найдем любое событие. Я не знаю. То, что Павла Первого убили. Давайте я скажу, что на самом деле рост индустриализации случилось, потому что Павла Первого убили. А почему там в 20 веке? А почему нет? Ну, как бы это же было перед этим. Значит, это было вследствие этого. А то, что здесь нет никакой связи и то, что вообще говоря, в разные исторические периоды вам может требоваться разная экономическая политика, и нет ни одного рецепта в меняющемся мире и вообще в меняющемся окружении. Как у вас могла бы быть какая-то стабильная позиция? Это значит, какая-то полная херня вообще не важно. Мы видим, что это утверждение Жукова, я буду выражаться вежливо, оно крайне сомнительно.